Плакали твои денюжки, Нубита. Ой, умничаешь, в смысле, всё нормально будет. Приветствую вас, ладейджентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидность. И пока что ещё не выпавший новый дробовик, Панзер. У меня есть надежда, что он выпадет всё-таки. Ну, по-любому выпадет. Гарант 6 тысяч. С этого выпадает по-любасу. Но, конечно, хотелось бы сэкономить. Было бы неплохо, я считаю. Было бы даже гонотелло. Давай, давай, давай. Сосо Павлиашвили. Какие сосо, Кэп? Блин, не такое выбивали. Золото выбивал на изи. Балабол, это я тебе выбивал золото. Ой, я тебя умоляю, один раз ты выбил из кейсов, по-моему, золото и всё. Ладно, один раз ещё микророни был. Но это, знаешь, это исключение из правил. В основном, как раз, всю годноту я всегда выбиваю. Вот и всё, это факт. Попадание на клык. Тебе на клык, придурок, сука. У тебя, блин, вообще разнообразия никакого. Всякую хрень несёшь раз за разом. Блин. Вот реально ты каркаешь, блин, из-за этого нифига не упадай. Сейчас, правда, 6 тысяч уйдёт. Нафига оно надо, Кэп? Чё-нибудь позитивное давай вещай. Чё-нибудь нормальное. Есть пробитие. Ой, сухой идиот. Пробитие это у тебя по жизни. Ну, пожалуйста. Похоже, сэкономить на пивной мете не выйдет. Да, потому что ты каркаешь, я тебе говорю. У тебя вообще глаз нехороший, язык злой, сука. Согласитесь, друзья? Вот он реально, он чё не скажет, какая-то хрень постоянно происходит. Ты, блин, не позитивный человек. Ты под руку всегда говоришь, всё портится из-за тебя. Ну, ничего, ничего. Всё равно, по-любому, этот дробейк будет мой. Ну, пожалуйста, ну, хеймзон. Это всегда работало. Ну, давай. Сосамба. Это типичный новичок в Warface. И сейчас произойдёт неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счёта плюс сто процентов кредитов придёт. Врывайся, братишка. Warface тебя ждёт. Ну вот поиграл ты с ним. И что скажешь? По мне так пушка проходная. Дорогой друг, я уже давно понял, что для тебя непроходняк это устройство с кнопкой, на которой написано «Убить всех». Итак, господа, леди и жентльмены, другие подруги, дробовик Панзер. Автоматическая нагиб машина на 10 патронов 12-го калибра. Зажимной, причём в прямом смысле этого слова. Многие сравнивают его с Усконом, но это не так. Ускон в зажиме был так себе, будем честны. Поэтому данный вид стрельбы использовался в основном на самых-самых ближних дистанциях. А уже чуть-чуть подальше люди стреляли, скажем так, ну как из полуавтомата, накликивая. У Панзера же такой проблемы нет. Главное, очень важно, что многие упускают из виду обязательно устанавливать его родной прицел. Да, он не самый приятный на первый взгляд, но к нему быстро привыкаешь, и тогда никакой отдачи вовсе нет. А я вот слышал, что Браунинг эту новинку уделывает одной левой. Поговаривает капитан очевидность, и надо сказать, не безосновательно. При столкновении раз на раз на ближней дистанции медика действительно владелец Браунинга имеет преимущество. С одной стороны, у Браунинга ваншот всё-таки лучше, чем у Панзера. Об этом я, кстати, говорил ещё, когда опробовал Панзер на ПТС. Вторая причина преимущества Браунинга против Панзера заключается в том, что из Браунинга можно почти одновременно, почти как дуплетом засадить. Два патрона, и всё. Нагиб случается. Владельцу Панзера в этой ситуации остаётся надеяться только на маншот, который опять же хуже, нежели у Браунинга. А его автоматический режим всё-таки не позволяет так быстро стрелять, как из Браунинга. Но, как всегда, есть нюанс. Первое, это то, что должна быть определённая дистанция, где Панзер уже не ваншотит в большинстве случаев, а Браунинг ещё тащит. Плюсом к этому идёт такой момент, что вообще-то вы сталкиваться будете не только с медиками. И вот тут Панзер начинает божить. Из Браунинга при хорошем раскладе можно дать два шота, то есть два ваншота. Потом, в любом случае, либо умирай, либо уходи, если успеешь. У Панзера такой проблемы нет. Можешь дать и минус пять, и минус шесть. Ну тут как ваншот ляжет, какая дистанция, как оно всё сложится. Но вообще его возможности по уничтожению группы противников куда выше. А кроме этого, Панзер по-настоящему раскрывается на дистанциях примерно инженера. Там Браунинг уже на данный момент с введением брони Сирокко из себя вообще ничего не представляет. Два раза подряд стреляй, перезаряжайся, ещё стреляй. Убить противника реально сложно. Однако Панзер считает по-другому. У него очень высокая кучность. Особенно если дополнительно её бустануть с помощью системы наших любимых и не очень модификаций. Поэтому уничтожать противников с двух-трёх попаданий на дистанциях, которые стандартно вообще медику не положены, это как расплюнуть. Из всего сказанного могу сказать следующее. Если у вас уже есть Браунинг, вас устраивает его свойство, вам нравится то, что он действительно на данный момент самый сильный агрегат медика, особенно при условии медик против медика, вам Панзер в принципе не нужен. Однако, если Браунинг вам поднадоел, или скажем, вам нравится расправляться на дистанциях, где медикам обычно не пахнет, то извините меня, Браунинг тут не лучший помощник, а вот Панзер будет в самый раз. Вообще ситуация напоминает времена, когда у нас на турнирах запретили Сайгу и Юсас, и стали царить два дробовика. Одним был Киллтек КСГ, вторым же был Сикс-12. И если сравнивать с той метой, которая имеется сегодня, Браунинг это Киллтек, а Панзер это тот самый очень дальнобойный, но может быть не такой надежный на ближней дистанции Сикс-12. Что выбирать, ну, зависит от вас, от ваших предпочтений, геймплея и так далее. Мне начинается думать, что разрабы опять добавили медику имбу. Собственно говоря, да, Капитан Очевидность. Несмотря на то, что многие машнят на Панзер в плане того, что Браунингу на ближней проиграет, встречаются и вот такие комментарии, и их очень много. Многие говорили, что этот дробовик не нужен никому и будет, нафиг он усрался, все обратно пересядут на Браунинг, но нет, я что-то такого не вижу. На том же Алмазе Панзер очень популярен. И медики с более-менее прямыми руками разносят с ним будь здоров. Опять же, про противостояние с Браунингом. Сразу говорю, Браунинг будет мощнее на ближней дистанциях. Но, в то же самое время, если дистанция такая, что Панзер ваншотит и Браунинг ваншотит, то разницы-то нет. Кто первый попал, тот и нагнул. Однако, если по отношению к Браунингу Панзер, прямо скажем, все-таки уступает, то по отношению к другим классам это реальный дисбаланс. Больше всего на Панзер машнят, конечно же, инженеры и штурмовики. Жопа рвется, будь здоров. Внезапно появившийся где-то справа вне поля твоего зрения, медик сносит тебя на дистанции штурмовика, хотя ты и есть штурмовик, к моменту, когда ты еще даже не успел повернуться. Этот медик просто влетает в подкат, открывает свой вот этот большой своеобразный прицел страшненький и сносит тебя с нескольких выстрелов. А стреляет Панзер очень и очень бодро. А что скажешь про его уникальный подствольный гранатомет? Ну вот по поводу этого девайса, Капитан Очевидность, я пока не очень еще разобрался. Скажу вам так, друзья. Сомнительно, ну окей. Подствол, который выпускает флешку, светошимовую гранат. Ну вроде, по идее, имба. Однако, применяя его, очень удобно, кстати, стрелять из-за угла, рикошетом, я не скажу, что как-то он очень почему-то мне помогает. То ли эта граната из подствола плохо слепит, то ли еще что-то, но обычная флешка мне больше нравится. Кроме прочего, у этого подствола есть один косяк. Когда ты производишь с него выстрел флешкой, ты подсвечиваешься на карте. И хотя большинство, абсолютное большинство игроков вряд ли смогут вовремя сориентироваться, глядя по карте, есть некоторый, очень низкий процент игроков, которые будут обращать на это внимание и вслепую даже смогут в вас попасть. Ну, теоретически. На практике, конечно, таких будут единицы, и даже они среагируют далеко не всегда. Тогда самый главный вопрос. А стоит ли вообще крутить этот панзер? Ну, ты знаешь, братан, как я уже сказал, дело вкуса. Я не буду говорить, что панзер это имба, она вам обязательно нужна. Если есть браунинг, вы можете оставаться на нем. Если хотите, скажем так, возрожденный Сикс-12, который раскроется на каких-то средних дистанциях, да, вне всяких сомнений, эта пушка вам зайдет куда больше и лучше, нежели полюбившаяся уже многими двустволка. Главное помнить, панзер не любит какую-то дистанцию между медиком и инженером. Он ее не любит. Тут он браунингу проиграет. Поэтому против медиков вам надо прям в упор влетать. Тогда у них не будет перед вами преимущества. А с другими классами, собственно говоря, никаких проблем нет. Можно жарить на дистанции штурмовика. Если вас сразу не заметили, то как бы фраг в шляпе. Да. Да уж, есть над чем подумать. А что про сборку скажешь? Тут все очень просто, ничего сложного. Вообще обновленная система модификации мне нравится. Плюс-минус, одна и та же схема работает в большинстве случаев. Выглядит сборочка вот так. Некоторые предпочитают ставить на панзер мод на отдачу. Ребята, боже мой, просто поставьте родной прицел. Никакой отдачи вообще нет. Смысла в этом моде никогда не было. Он просто отсутствует. То ли дело темп, дальность, кучность. Все, что нужно. Поверьте, эта сборочка вас обрадует. Сомневаться даже не стоит. Дабы показать данный наборщик в деле и сам прекрасный дробовик панзер, предлагаю найти густонаселенную комнату и хорошенечко там понагибать. Слабоумие и отвага. Да будет так. Не важно, главный результат. Хэтшот, бэйби. Югят. Оу, да-да. Скачина, мрачина. Благодарю, Днарина. Душевно идет. Вот сразу чувствую, будет очень сочно. Прямо, знаете, такая, будет качественная маслачизация, друзья. Именно то, что мы с вами и любим. Мда. Кто-то тут есть, сидит, блин. О, молодец, крас... Вот так, где-то... Японский бок. Даааа. Вот это дааа. Вот, а ты как хотел. Вот именно в этом и есть фишка этого дробовика, главное. Он не про противостояние с другими медиками. Он про попущение других классов. И с этой задачей, вы знаете, он справляется великолепно. Молотов, главный аргумент криворучки. Ой, не надо ля-ля, прожарка успешна. Молотов, это топ. А вот и не ваншот. Да, есть такое. Но с другой стороны, попал-то я, прямо скажем, не особо уверенно. Это называется перелаз на бутылку. Фу, кэп. Нормальный человек. Просто ошибся, лоханулся. С кем не бывает. Сурпрайз, деточка, да. Ну-ка, иди сюда. Ах, блин. Я почему-то думал, что он будет стоять. Но он лёг. Есть. Ах ты, блин. Больно. А вот это, конечно, было не слабо. Да. Не, иногда он, конечно, выдаёт тоже фантастические ваншоты. Базару ноль. Дробовик хороший. Кто бы что ни говорил, я не знаю. Мне кажется, его просто, ну, засрали ни за что. Он реально очень крутой. В общем, время покажет, прав я или нет. Граната! Ну вот так, детка, да. Ага. Э, подожди, я тебя не видел. Да, блин, ну кто украл-то, мужики? В самом деле, блин, мой фраг заслуженный, сука. Вот так это. Вот так, детка, на сто процентов моё. Да. Вот так. Хорошо. Так, тихо залазит. Разошёлся старый. Да. А, есть ещё, сука, порох в пороховницах, ягоды в ягодицах. А, вот он, голубчик. Ну, лови. Вот так, да, блин. Да, прекрасно. Выходит, действительно, не так уж он и плох. О, ты начинаешь понимать, капитан Очевидность. Новый панзер действительно неплох. Точнее, имбов. Но, как ни странно, за дистанциями медика. Если вы классический медик, хотите быть уверенным на сто процентов в своём оружии на своих малых дистанциях, ваш выбор однозначно именно браунинг. А вот если вы хотите как с сексом в своё время выйти на штурмовика, да уничтожить его на его же дистанции, то панзер однозначно придётся вам по вкусу. А тебе, братан, что больше нравится? Браунинг или панзер? Мне Кэпчик нравится Молотов.